Очередной привет вам из далёкой-далёкой галактики, друзья, с вами Сэйн Сэм, и мы играем в Star Wars Battlefront в режим захват дроидов. Решил ещё немножечко пошаманить с DL44, побегать, посмотреть, в этом режиме, по-моему, это блестяще показывает, читничает, не важно, главное, что своё дело оно делает. Посмотрим, что у нас получится. До начала матча половинка времени мы играем за Империю, в комплекте у нас есть читерский арбалет и ракетный ранец. Я скатился вообще полностью в какое-то читовство, использую самые имбовые пушки, но кто этого не делает, тот проигрывает, да? Хотя, в принципе, с ЕГИ-3 вы видели, отлично получается и тоже играть. Сейчас же просто будем смотреть, получится ли снова у нас повторить успех на Татуине, который есть у меня на канале, там 50, по-моему, фрагов было набито в этом режиме. Так, захватываем дрона, дрона, нет, дроида. Так, здесь бегут перехватываться, насколько я понимаю, нет, да, да, нет, нет, хорошо. Ой, как всё шатнулось. Ой-ой-ой, где ты делся? Это враг или почему их не вижу на радаре? Напомните, пожалуйста. А-а-а, ладно. Так, ладно. Удивился, что я не увидел их на радаре. Вдвоих, к тому же. Ну, да ничего страшного, сейчас захватим. Удерживайте последнего дроида. Да ладно? Вау, красиво как, слушайте, на лету в спину меня захотит. Так, у них все дроиды? Обалдеть. Давайте-ка исправлять ситуацию, пожалуй. Пора бы. Так, нам бесполезно этот удар, этот арбитальный удар нужно выбросить, он здесь вообще не нужен. Так, убегаем, захватываем, захватываем, главное, чтобы нам дали это сделать. Так, нам ещё пушечка, тоже бесполезная. Да. Проигрываем. 15 секунд до проигрыша осталось. Почему я не вижу их на радаре? Что за... Чёрт побери. Хорошо, он сидел, он сидел, я понял. Писанажа, которые сидят, их не видно, но те-то вроде бы не сидели. Вот этот вот бегает, его видно, окей. Так, эти кемперели... Ой. Да блинский конец, что такое? Мы проиграем 3, 2, 1. Нет, мы должны схватить. Фух. Хорошо, давайте мы тоже то же самое сделаем. Сядем, будем сидеть. Пока они сейчас прибегут включать. Нас не должно быть видно. Смотрите, какая красивая водичка по экрану, по рукам. И ткань на руках действительно становится мокрой. Это круто. Так, ну что ж, поехали. Одного-то дроида мы захватили, большие мы молодцы. А дальше-то же как быть. Так, второго тоже захватываем, там, кажется, кто-то есть из наших. Есть. Читири потихонечку кто-то... Они пытаются захватить последнего дроида. Ай, промазал. Ай, карамба! Он с дробовиком, да. Он бегал с дробовиком и смог нас убить, а я промазал с помощью своего арбалета, не попал в него. У-у-у-у, как здесь весело. Ну что ж, конечно, такой же успех мы не повторим. У нас вообще частота так себе примерно равно. Ибо команда, я вижу, повеселее у противника. И к тому же кемпера такие попали. Сидят по углам, ныкаются. А ты вообще, ты посмотри только, что с ними будешь делать. Минка, минка! Ох! Повезло. Так, базуку. Ну здесь базуку больше, как на их персонажей, не на кого тратить, поэтому будем тратить. Есть. Их едет и есть, только что ж был здесь. А вот на спине нам надо обходишь. Ну давай, 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 давай. А вот. Ха-ха-ха. У-у-у, молодцы мы какие. Ну давайте спауньте, повспауньте нас где-нибудь рядом с дроидами, пожалуйста. Дроид теперь наш. Дроид ваш, дроид наш. Мы проигрываем все равно. Я чувствую, что они нас просто сильнее. Так, играют лучше и вообще так. Мне нужно бы захватить. Да и сегодня что-то мне как-то не прет с этим. С этим 24 бегать сегодня вообще не бегается. Мажу-перемажу. Вот опять я слышу, что он есть, но не слышу, где конкретно он есть. Почему их на радаре не показывают? Ох, ё-моё, что-то изменилось. Я что-то забыл. Вот я всегда мог ориентироваться по радару и знать, что они там есть. Сейчас же скан импульс. Это не то. Скан импульс, он, по-моему, дает ему возможность сканировать игроков. У него сейчас есть карта скан импульса, но это не совсем оно. Опять на самом деле. Сколько у нас? 5-7. Да, так себе счет. Еще так себе совсем. Здесь никого нету, побежали захватывать Возьмем последнего дроида. Точку С. Никого нету? Ладно. Хорошо, хорошо. Давайте-ка на точку. Мигают, а не видно кто. Знаете, поднимем усиление. Так. Так, кто побежал? О, контактная гранатка, отлично. Давайте поставим ее с дроидом рядом здесь, в фаде. И захватим еще одно усиление. О, еще одна контактная мина. Замечательно. Надеюсь, предыдущая не взорвалась. Попадай же ты, давай уже. Это я сделал сейчас, чтобы использовать карту восстановления. Так. Начинаем потихонечку отбивать позиции. Ах, выскочил. Ну да, ну да. Не мог я пробить никак. Была бы базуга там или что-нибудь типа того, тогда бы было все равно... Ой-ой-ой. Попали. Ну ничего, мы побеждаем. О, даже так. Ну неплохо, неплохо сейчас. И мне сегодня ручки пощекотим. Таким вот, с такой ситуацией. А чего не думали? Какая красивая растительность. Кто-нибудь, пожалуйста, сделает РПГшку с такой графикой. Визьмак, конечно, красив. Да, слов нет. Игрушка замечательно выглядит. Но все-таки перспектива третьего лица не такая атмосферная. И графика все-таки уступает, конечно. Вот. Возможно, если бы они сделали прямо как обещали в начале. Друзья, помните, там первый ролик был Визьмака, о котором стол рассыпался на 100-500 щепок. Вот там было бы счастье. А так, ну просто классно. Ну, игра вытягивает атмосферу и так далее. А вот графику бы добавить подобную и все. И просто бомба 11 баллов из 10. Так. Где кто? Никого не видно. Почему? А что у них? Нет у них люди на месте. У нас 9-9. Плохо. Я сейчас пошел точку С захватывать, но... Черт, они Б точку захватили там. Попал. Попаль. Ай, а что так... Оттуда прилетело? Неплохо. Итак, нам сейчас не отдать им точку в течение полу-двух минут, и мы сможем выиграть. Так, ну, щит нам здесь не нужен. Я бы бонус не отказался прихватить где-нибудь. Давайте сядем здесь и аккуратненько посидим, пускай он захватывает точку С. Нет? Я видел там просто... Не отключающийся на Радаре перец был. Нет? Ну, ладно. Давайте сюда точку Б захватывается. Может быть, тогда мы придавим немножечко. Ууу, какой... Какой веер на дальней дистанции получается. Да, да, этот пистолет не про дальней дистанции. Это... Это факт. Ой, кто? Откуда? Кто и откуда? Чувак с дробовиком! Дробовиком, да. Сколько у него там? 15-10. Ну да, Дрейк тоже, конечно, жжет на этой карте, особенно в дефенсе. ДЛ-44 нужно брать все-таки на Татуине. Здесь он, как вы видели, много-много, очень много мест, где нужно стоять издалека. И Е3 тут же будет кошернее работать так. Захватываем тогда. Улетел. Убили. И зато минку активировал. Хорошо. 20 секунд, а почему они, интересно, не захватывают точки? Вот, что мешает сбегать с НСИ? Там никогда никого нету. Ну, я иногда посижу, но это же не считается. Поэтому боятся, что мы Б возьмем. Они тогда проиграют с такой логикой. Хорошо. Все, 9 секунд мы выиграли. Ура. Видимо, никто не следил за временем просто. Так, ну что же у нас, друзья, 12-12. Да. Выиграть мы выиграли. Счет у нас весьма себе средненький. Ну, так уж получилось. Давайте посмотрим, какой будет следующая карта. Сыграем ее и уже будем заканчивать данный выпуск. Так. Что мы получаем. Какой забавный код. Баянистая картинка. Что мы получаем в награду? 600 опыта, да? 44. Нам еще нужно взять 6 уровней. 6 долгих уровней до черной шкурки. Зато через там еще 4 месяца, когда уж совсем самые медленные игроки дойдут до черного. Все будут бегать в черной скраске. И это будет уже не так топово и классно. Кстати, вот жаловали, что на Доре, например, повстанцев нифига не видно. Они зеленые. Их просто вообще не видно. Так вот, пехотинцы на Соласте такие же за империю черные. Их там тоже не видно. Они просто заняты напротив черной стенки. И все. Даже снайперские прицеты с трудом можно заметить. Так, нам нужно дождаться еще трех игроков. Давайте покопаемся пока в инвентаре. Может, откроем чего-нибудь? У нас есть денежки пока лишние. Так, так, это будет карта. Нам нужно открыть скан импульс. Давайте откроем его. Что он у нас делает? Он у нас посканирует местность. Да-да-да. И видны даже если за укрытием. Во время бега вас не видно. А, вот почему их не видно. Вот почему их не видно, друзья. Потому что есть карта разведчик. И во время бега и стрельбы. И заодно. При убийстве оружие охлаждается. О, как. О, как, о, как. Неплохо. Так, что мне стало? Настало такое не за головами. Мы получаем кучу бонусов. А снайпер убийство в голову немного скрещает. Убийство выстрела в голову умеяно скрещает своими установлениями. Значительно становится хорошо. Но это, конечно же, так себе. Перка вот так. Давайте-ка модуль охлаждения выберем. Нам не нужен, но пускай будет. И разведчиком. Давайте попробуем побегать с разведчиком. Нас окей. Может будем творить полезные вещи из невидимости. Все, игроки отвалились, да? Хоу-хоу-хоу. Сейчас здесь 5 из 12. Ладно, друзья, давайте найдем просто еще один матч. Почему бы и нет? Скоро уже откроется вся диорама. Осталось, в принципе, там 4 фигурки. Так. Захват дроидов. Ищем. Да, к сожалению, из игры уже значительно много оттекло игроков. То есть, например, если в батлу уже, пусть столько лет до сих пор играют целая куча народу, то в Battlefront это число значительно спало сразу же после старта. Продажи, кстати, игры 7 миллионов копий, по-моему, 7500. Что меня радует, значит, все будет хорошо у серии, и дальше она будет выходить. Будет нас тоже радовать новыми персонажами, событиями и так далее. Я уверен в этом. Такой лакомый кусочек они не упустят. Но вот сейчас прямо-таки одновременно играют не так уж много людей. Это не очень хорошо, потому что иногда долго приходят искать утром, ранним или вечером. Вечером может не быть в нужном тебе... Убил прям прикладом в нужном режиме. Может не быть карт. Ну, на консоли все пока получше. А все дела, но... Вот как есть. Так. Это наш... Мы играем за империю против повстанцев. Повстанческих мразей будем убивать. Rebels come. Так. Так, так, так. Хорошо. Что мы делаем? Мы захватываем друидов. Точно. Я зашел и забыл. Есть. Вот какой-то жаркий старт у нас начался. Так, так, так. Давайте сюда. Нет. Я кого-то поранил, кстати. Убить не убил, а поранить поранил. Эхе-хе. Нам отомстили с арбалета. Ладно. Три друида наших. Одного мы теряем. Теряем на точке Си. Си-то там далеко. Захватываем еще немножечко. Попал. В голову. Вау. Прячемся. Запекаем наш арбалет. Есть. Уи. Улетаем. У нас 5 хп. Тут не до сражений. Оу. Убили все-таки. Заметили и убили. Ну ничего страшного. 9-3 со старта. Вот это вот я... Я на секундочку испугался, что мы заспавнимся прямо вот и... Промежу... Ну, как бы в пропасти. Когда наш союзник летел, и мы нажали воскресить рядом с ним. Хорошо, что игра это продумывает и запихнула нас куда-нибудь. Так. Турельку устанавливаем. Хорошо. Хорошо. Точка А наша дроид, точнее А захватываем. А главное, что они нас не ждут. Мы бегаем, а они нас не ждут. Слушайте, замечательный перк, я хочу вам сказать. Они не должны заполучить дроида. В атаку. Ладно, нормально. Контактная гранатка. Ой-ой-ой. Ну, там их двое, и убил меня второй. Ладно. Играем. Две минуты осталось до конца матча. Давайте кинем сюда. А, зачем мы вторую кинули? Мажинально увидел... Увидел первую и бросил вторую. А пускай лежит две, да? На этого толку никакого. Сильнее больше одного раза не убьем. О. Арбалет полезен только на средней, нижней станции. На дальней вообще ничего не сносит. Попасть тяжело и так далее. Эх, его кунг-фу оказалось сильнее моего. Жалко. Что у нас там? 11 к 5. Ну, счет неплохой. Ну, бывает же и лучше. Нормально. Захватываем дроиды на Си. Куда пошел мелкий карапуст? Такие потешные ребята. Мне их нравилось убивать в... Jedi Outcast 2. Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Ой-ой-ой. Убил. Они там тоже такие бегали по имперской станции, и их можно было пугать, а потом, если не стоишь, они убегают. Маленькие еще были такие маленькие, на которых Вуки, Чубака визжал, кричал точнее, и они визжали, убегая в фильме. Так. Попал. Ох. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, убил, хорошо. Ой, минка. Блинский конь. Здоровалась таки. Услышал что-либо, думал, что дальше немножко, но зацепила все-таки. Ничего страшного. Мы пока на коне. Хе-хе У них преимущество по силе? Серьезно? Это кто сказал-то? Вау Друзья, какой знатный здесь Рубилово месиво идет, а? Дроид наш зато Ай Мелкий этот астродроид меня Запинал 20 секунд осталось 28, нельзя вообще никак отдыхать Нужно срочно-срочно что-то делать, потому что Если мы сейчас прямо... Граната, ёп 17 хп, и убили 19 секунд Спаун-спаун-спаун Куда-нибудь подальше, чтобы можно было захватить Вот сюда, бегаем и захватываем На точке Б, очень-очень это важно Сделать прямо сейчас, 9 секунд, не успеем 6 секунд 6-5, все, не успели Проигрыш Или нет Сбоку Меня убило дроид опять Повезло им, так бы я в спину сейчас расстрелял Или нет, мы можем еще что-то сделать Если захват будет идти, то мы можем выиграть Хорошо, главное, чтобы захват шел, значит Так, захватывай точку С Пока мы будем держать хоть какой-то захват Мы... Отлично, отлично, отлично Сможем еще не проигрывать Отлично, есть шанс Ше, значит шанс Они захватывают дроида на А Не дать им этого сделать, перехватите обратно И побежать на Б Рано сдался я, друзья Рано сдал... Победа! Отлично! Я рано сдался и тут мы вытянули такие 20-10 Ну, счет неплох Только что я зашел уже, как бы, когда Матч был в процессе И не успел выгоднять первое место Ничего страшного Весьма себе неплохо получилось Фух Ну что ж, друзья, получаем заслуженную награду И будем прощаться Сколько бы там дадут? Нам дадут С тысяч семь Получается Пять, пять, хорошо Шесть, пять, девятьсот Что ж, если вам понравилось это видео Поднимайте большие пальцы Подписывайтесь на канал Впереди еще много всего интересного Всем пока!